Из-за обеспечения устойчивости они берут очень много дефолтных характеристики. Можно уже полгода пользоваться фреймверком, а все не понимать, откуда он берет шрифта. Он всегда использует TimeSqueer Roman, кроме одного случая, когда выдают Monospace. Он что-то нашел, а ему не подходило, он нашел другой, он тебя нет, я все сделал сам. И вот тут есть такая проблема проектирования. Все равно же можно указать на аппарат, когда он будет использовать, например, для шрифта, который по документу печатает, как хочу передать. И время отключения еще не будет отключения. Да, то есть могу предупредить, что буду печатать для шрифта, потому что не указан. С другой стороны представьте, что у этого принтера, вообще говоря, используются два шрифта. По какой-то причине ему нужен основной шрифт и какой-то как бы второстепенный, который он использует в какой-то редкой, странной ситуации. Я не знаю, когда, а вертикально писать текст. У вас в таблице ориентация вертикальная. И основной шрифт по умолчанию у вас какой-то берется. И у вас берется TimeSqueer Roman. Человек напечатал, он говорит, о, TimeSqueer Roman, мне не подходит, мне нужен другой шрифт. Он нашел таки место и вбил вам, и теперь у вас не TimeSqueer Roman, а ареал. Хорошо. А про второстепенный шрифт он не знал, вы по дефолту какой-то выбрали. Потому что документы, где таблицы с вертикальными колонками, где ориентация текста вертикальной, он не печатал первый месяц. Ваш заказчик. А потом заказчик приходит и говорит, подождите, а что это у вас вертикальный шрифт? TimeSqueer Roman. Я же просил все, а там ареалом. Потому что по умолчанию ваша система в конструкторе не затребовала два шрифта, основной и второстепенный. С одной стороны, человек, когда видит вот такой конструктор, он пугается. Но ему приходит звучить систему, и он знает, как система работает. Я хочу основной шрифт, второстепенный шрифт. Может быть, шрифт, чтобы писать вверх ногами. Шрифт, чтобы делать то, шрифт, чтобы что. Но если он так и запустил, то вы отмазались. Вы говорите, подождите, подождите, подождите. То есть, с одной стороны, получается, когда пишешь корректное ПО, ты зачастую усложняешь жизнь пользователя. Но с другой стороны, ты говоришь, да, но никаких чудес. Еще хуже ситуация. Дополнительный шрифт начали искать на пятый месяц использования. В рантайме ищут. И оказывается, что в вашей операционной системе нет ни одного шрифта, который умеет печатать букву вертикально. И вы там, уже у заказчика, он уже поставил своим заказчиком. Оно там упало, с каким-то совершенно глупым исключением. Когда, наконец, кто-то ввел табличку с вертикальным шрифтом. В данном случае еще такое понятие, возможно, пригодится в инженерии. Технический долг. Технический долг – это накопленные, непринятые технические решения. Project Management редко когда этим, их это интересует. То есть у них зачастую оперативное планирование, они на неделю смотрят или на месяц. У них бюджетирование идет по месяцу, да, допустим. Выгодили версию, получили бабки. Версия – бабки, версия – бабки. Директор контора так и оценивает Project Manager. Нашли проект, 25 человек, бабки текут, он свои 20% забирает. Но накапливается, например, технический долг. Говорите, хорошо, сейчас я по дефолту выберу какой-то вертикальный шрифт. Но вообще это ненормально. Ну потому что на этом Linux по дефолту выберется такой шрифт, а на этой устаревшей бенде, 95-й, по дефолту выберется другой шрифт. А не хорошо, когда у двух сотрудников один и тот же документ печатается по-разному. Очень нехорошо. И тут получается, иногда приходится делать какой-то такой костырь, чтобы оно сейчас работало, было красивенько, но инженер обязан фактически себе в голове или где-то в тудушках записывать технический долг. Ну и потом его как-то исправлять. Последнее, что я хотел сказать еще раз. Если вы делаете вот такой громоздкий интерфейс, как только хорошо мы смотрели с принтером, пользователю становится очень больно. Но зато ваш модуль работает абсолютно корректно, и на вас, кроме ругательств другого программера, никаких шишек не летит. То есть ты это сказал, оно это сделало. Как в математике. Никаких дефолтов, ничего мы не подбираем, никаких тестовых. Все. Ты даешь все аргументы, получаешь результат. Аргументы не все, результата нет. Опять же, а если, допустим, уже какие-то готовые куски кода, которые, возможно, будут использовать твое, а у тебя там везде чекеты вылетают. А то же надо переписывать все туда, получается, вверху. Да, но с другой стороны, ты хочешь подключить принтер. А у принтера может быть ситуация, что... Ну, на принципе, ситуация, найдено два принтера. Надо реально осуществить выбор. Твоя пуза, нашла пуза. Может, проект, над которым там 20 человек работали полгода, а ты пришел, там написал, наверное, какие-то там кусочек. И теперь надо переделать вообще все. Везде там соус дописывать. Нет, ну, вопрос, а как иначе? Вот тут как раз вопрос, корректность против устойчивости. По-устойчивому. Если ты обнаружишь, что подключено два принтера, например, три USB-порта, я могу подключить два принтера, то ты просто хочешь быть устойчивым, не хочешь пацанам портить, значит, жизнь, ты берешь случайный принтер, на нем печатаешь. Твоя система стала устойчивой, но некорректной. Время-тремнике идет себя некорректно. Можно сделать корректно, но корректно чаще всего получается угловато и неустойчиво. Да, как говоришь, у меня 100-500 эксепшенов. Но тут дальше начинается вопрос, на самом деле, огромные такие вопросы у три конторы. Поскольку ТЗ не до конца оговаривают, то такую глупую проблему, как наличие двух, трех, пяти принтеров у человека, в идеальном мире приходят в бизнес-аналитику. Это человек, который собирает требования у заказчика. Но вообще это роль, иногда это бывает project manager, это бывает team lead, иногда отдельный человек, иногда отдел человека. Тут как, это роль. Либо у человека одна роль, либо у человека на него все повесили, он все делает. Ты к нему приходишь, ставишь проблему. И фактически его задача, чтобы в техническом задании появился абзац, который описывает твою проблему и ее решение. И у заказчика под этим ТЗ была его подпись, написано, что бабки за это плачут. С условиями ознакомлен, согласен, бабки плачут. Все нормально. Но в неидеальном мире чаще всего возникает, что вот этой итерации никто делать не будет, а говорят, друг, ты первократ, давай как-то решим. Мы потом вопрос поставим, но сейчас надо работать. И в таком случае оказывается, что вопрос, на чей модуль пойдет вот это время некорректности. Кто выберет случайный принтер из двух? Это проблема операционки вообще. Адам ДФАЛ должен принтер играть по умолчанию в любой операционке. А если я использую ТУЛЗУ, у которой метод getPrinters возвращает массив принтеров? Если моя ТУЛЗУ находит много принтеров, а Винда выбирает один из дефолтных, то решение о том, что я буду пользоваться дефолтный принтер с точки зрения операционки, это опять же кто должен принять. А когда ты принимаешь решение, примите из этого вряд ли дадут. А вот шишек могут отсыпать. Если прибежит, например, заказчик и начнет психовать, потому что у них есть какой-нибудь там яркий пример. Да, есть Wi-Fi принтер. Он стоит за стеной. И у вас УПС, вы печатали документацию, значит, отчет финансовый, да? А он вылез из Wi-Fi принтера в соседней комнате. Вы подумали, что у вас сбой печати, вы еще раз напечатали кучу отчетов, и пошли. Пошли на рабочее место, а на рабочем месте все хорошо. А в соседней комнате гора финансового отчета, если у вас переговоры. А это только важно. Например. Ну, того говорится. То есть за ваше гениальное решение выбрать дефолтный принтер премии никто не даст. А вот за то, что там финансовая отчетность вылезла, ну, как бы... То есть административно лучше писать абсолютно корректные, абсолютно неустойчивые модули. Тогда как бы вы все сводите и... То есть в моей практике это обычно выглядит так. Ну, как и у военных. Мне нужен приказ в письменной форме. И все. То есть когда тебе дают, например, у военных, когда у них есть устав, но он не всегда работает, это маленькая книжечка. Да, и тогда таки надо там без артподготовки бежать на холм. Ты говоришь, блин, нас всех перебьют. Я командир, я буду сзади, но всех побьют. Уставе сказано, сначала подаете артиллерию, пулеметные гнезда. Командир говорит, держать надо. Все уже, котел схлопывается. Ты говоришь, пожалуйста, чтобы меня не судили по трибуналам, что там я 500 человек положил на пулеметах, пожалуйста, письменно, приказик мне. А желательно еще в присутствии начальника штаба. Я даю приказ, записываю, ты берешь и говоришь, все, ты взял на соответственность, что люди полягают. Так и чаще всего так. То есть, в моей практике ты говоришь, кто сильно недоволен моим дурацким модулям, пожалуйста, в ТЗ своей рукой сам внеси правило, что это я должен выбрать дефолтный принтер, и я сделаю. Мне одна строчка раскомментируется. Тогда, если падает, во-первых, как только на человека начинает перекладывать ответственность, он резко начинает думать, как проблему так и решать. Никто не хочет, чтобы за его подписью было какое-то фатальное... Ну вот. Давайте последнее по чеке-тан-чеке, что-то самое чудовищное. Нет, давайте у нас одна лекция осталась, мы там еще поместимся. Все, лекция окончена.